Сегодня мы подводим итоги прошедшего сезона в гребле на Байдар-Кануэ с настоящим мейтером отечественного спорта, почетным гражданином Мозорского района, заслуженным тренером Республики Беларусь Владимир Владимировичем Шантаровичем, который сейчас в столице Полесья находится вместе с подопечными на учебно-тренировочном сборе. Пределам совершенства нет. И все, что касается над тем, чем я работаю всегда, это методическое исполнение и победы, я считаю, всегда нужно объяснять и понимать всем окружающим. Поэтому этот год, который заканчивается уже 23-й, он принес определенные успехи в методических разработках. Смотрите, выпала специальная подготовка на воде. И команда гребли на Байдар-Кануэ-Мужская не добрала полторы тысячи километров. Но мы в течение сезона, основной старт, который планировали Игорь и Доброй Воле, мы закончили достаточно успешно. Я так считаю. Были показаны определенные результаты, которые соответствуют международному стандарту. Двойка 500 метров, 27-0. Я думаю, 26,5-26-2 нам в этом году бы покорилось, если бы при хорошей внутренней конкуренции на тех соревнованиях, которые были в Москве. Четверка стабильно выступает. 20-1-20. Это результаты, которые по чемпионату мира попадают в 1-3. Поэтому я доволен этими секундами. Высказал Владимир Владимирович и удовлетворение от выступлений байдаршников на дистанции тысячи метров в одиночке, отметив прогресс Владислава Кравица и ту конкуренцию, какая возникла в сборной Беларуси в данном виде программы. Ведь есть еще Олег Юрения. И, наконец-то, один из самых престижных олимпийских байдаршных видов у нас в стране имеет нескольких фаворитов. У нас есть один еще отбор на Олимпиаду. Это лицензионный добор европейский. Я тоже считаю, нужно это май месяц. Я думаю, нас допустят там. И еще дают нам попытку отобраться на Олимпийские игры. Если мы подъедем на те секунды, которые мы подъехали в августе, при определенной сейчас зимней подготовке, теплой, то я думаю, что спортсмены страны нашей будут участвовать на Олимпийских играх. Это рад. Все, что касается мероприятий БРИКС, это очень серьезное тоже мероприятие. Туда на июнь месяц заявилось уже более 50 стран. И вот ту внутреннюю конкуренцию, которую мы пытаемся создавать в нашей команде, я думаю, это перенесется в результат. Но все равно главный старт сезона – это московская регата «Добрая воля» и всемирные игры. Правда, там еще гребля не включена, но, говорят, пять видов неолимпийской программы будут включаться, виды спорта. А гребля будет введена. Гребля на Байдарках – академическая гребля. Поэтому я думаю, что мы там тоже представим страну довольно нормально. Изменился ли состав сборной Беларуси по гребле на Байдарках по сравнению с прошедшим сезоном? Или костяк? Одной из сильнейших команд мира остался прежним. Костяк остается прежним. С молодежи приходит только один победитель московской регаты – одиночка 500, одиночка 1000 – Ермоленко. До 23 спортсменов. Он 18 переступил прекрасно в том году. В этом году он закрепился уже в 23-летней программе. И я так думаю, что прогресс будет. Но, конечно, это все равно нужно настраиваться на определенное время. 3-2-4 года может быть этот переход. Ну, а все должно быть как-то складываться, все должно успешно. А мы не сомневаемся, что все у нашей сборной команды будет складываться успешно. И до конца 2023 года ведущие белорусские байдарышники и одна из лучших представительниц отечественного канона Елена Здрева в Мозре. На базе с дюшер спортивного клуба Федерации профсоюза в Беларуси. А после, впрочем, об учебно-тренировочных сборах 2024 года. Мы поговорим в начале января, пока же просто. Пожелаем удачи спортсменам, их наставникам, всем специалистам и болельщикам этого прекрасного, удивительного, неповторимого вида спорта гребли на байдарках и каноэ.